Передачу полномочий городского округа в сфере дорожной деятельности на региональный уровень отложили на один год, до 1 января 2021 года. Этот вопрос обсуждался сегодня на сессии в окружном собрании депутатов. Как отметил начальник управления строительства окружного профильного департамента Михаил Фомин, перенести срок передачи полномочий пришлось из-за того, что мэрия не предоставила своевременно необходимые документы по дорожной деятельности. Нам должны были представлены все документы быть до 1 июля 2019 года. Документы не представлены, в связи с тем было невозможно определить необходимые средства в окружном бюджете на содержание и ремонт автомобильных дорог. Во втором чтении парламентария региона приняли поправки в окружной закон о квоте для приёма на работу инвалидов. Напомню, в соответствии с окружным законом работодателям установлены квоты, согласно которым они обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. Предлагается нести дополнение, связанное с выполнениями работодателями, квоты, способом заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотированные рабочие места в другой организации. Есть дополнение. Квота для приёма на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные в счёт установленные квоты рабочие места трудоустроены инвалиды. Дополнительный механизм трудоустройства инвалидов через соглашение с другими работодателями разработан по инициативе компаний-недропользователей ННК «Печора нефти» и «Лукоилкоме» и доработан с учётом инициативы депутата Андрея Смыченкова, который предложил указать дополнительно норму о том, что квота для приёма на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные места трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья. Комментируя поправки в окружной закон, депутат Николай Новожилов отметил, что принятие этого закона позволит работодателям-недропользователям, имеющим большую численность по квоте, выполнить свои обязательства перед регионом и трудоустроить инвалидов. Николай Новожилов также отметил, что подобная форма трудоустройства успешно реализуется в Республике Коми. «Мы, имея 15 квот, смогли трудоустроить сейчас на данный момент 10 человек. 5 человек у нас есть вакансии, но мы не можем найти людей, которые бы удовлетворяли требованиям нашего предприятия. Это по такие, как вахтовый метод, такие, как вредные производства. Соответственно, данный закон позволит нам заключить договор с какими-либо организациями, например, с обществом инвалидов местного и обеспечить фактическое трудоустройство еще тех 5 человек, которые у нас имеются в квоте». Также сегодня на сессии депутаты окружного собрания согласовали изменения в окружные законы о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства и о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями о предоставлении дополнительных мер соцподдержки. Законодательной инициативой выступил губернатор Ненецкого округа. Первая поправка касается расширения категории граждан, которые получают компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. «С 1 января 2019 года вступили изменения в силу статья 169 жилищного кодекса и может быть субъектами предусмотрено предоставление компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт совместно проживающим пенсионерам старше 70 лет и инвалидам первой и второй группы. И поэтому мы предлагаем в наш закон Ненецкого округа внести изменения, которые связаны именно с этим». Напомню, в настоящее время льготу на оплату взносов имеют одиноко проживающие пенсионеры, либо проживающие совместно с неработающими гражданами пенсионного возраста. При этом собственникам жилья старше 70 лет компенсируют 50%, старше 80 лет – 100%. В соответствии с принятыми на сессии поправками в категорию льготников, имеющих право на компенсацию, добавлены собственники жилья, проживающие с неработающими инвалидами первой и второй групп. Другая поправка касается установления порядка выдачи единой справки о доходах. Как пояснили представители профильного ведомства, в регионе действует много мер социальной поддержки, для которых требуется расчет среднедушевого дохода семьи. Для удобства жителей предлагается внедрить единую справку о доходах.